Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию мудрые наставления преподобного Паисия Святогорца об одной из самых редчайших добродетелей. О той добродетели, которую преподобный Паисий ставит во главу угла и даже говорит, что кто не имеет этой добродетели, тот не имеет ничего. Та добродетель, которая привлекает в человеческую душу благодать Божию, и благодать, как мы сейчас увидим, она естественно пребывает в душе такого человека. Очень редкая добродетель. Я думаю, всем нам стоит, дорогие друзья, над этим задуматься. О какой же добродетели идет речь? О добродетели благоговения. Зачитаю вам некоторые мудрые размышления преподобного Паисия из второго тома его произведений, который называется «Духовное пробуждение». Благоговение – это страх Божий, внутренняя скромность и духовная чуткость. Человек благоговейный может стесняться, но эта стеснительность источает мед в его сердце. Она привносит в его жизнь не мучение, а радость. Движения человека благоговейного тонкие и аккуратные. Он, благоговейный человек, отчетливо ощущает присутствие Бога, ангелов и святых. Он чувствует близ себя присутствие презирающего его ангела-хранителя. И живет такой человек просто, чисто и освященно. Задумаемся, дорогие друзья. Смотрите, какое из духовного опыта преподобного Паисия, какая очень яркая и наглядная характеристика. Человек живет просто, чисто и освященно. И он всегда ходит перед Богом. Как мы читаем в Священном Писании о праведном Енохе, что он ходил перед Богом, и Господь взял его из этой жизни. Вот хождение перед Богом – это благоговейный человек. Страх Божий, внутренняя скромность и духовная чуткость. И далее преподобный Паисий говорит, что человек благоговейный везде ведет себя со вниманием и скромностью. И живо ощущает всякую святыню. Он приводит пример, что благоговейный человек никогда не положит Священное Писание или икону, или молитвослов на то место, где садится. Например, на кровать или на диван, на кресло. Даже увидев где-то брошенный клочок газеты или журнала, где написано, например, имя Христово, или имя Пресвятой Богородицы, или даже такие слова, как «Священный храм Святой Животворящей Троицы», таковой человек сразу нагибается, подбирает этот клочок бумаги и внутренне сожалеет о том, что он брошен. Когда сестры монастыря Сурати, к которым в основном были обращены наставления преподобного Паисия, задают ему вопрос. Геронта, благочестие – это одно, а благоговение – это другое? Геронта Паисий говорит, благочестие – это одеколон, а благоговение – это фимиан. Для меня, говорит преподобный Паисий, благоговение – это величайший добродетель, потому что человек благоговенный привлекает к себе благодать Божию, он становится преемником благодати, и она, естественно, пребывает в нем. Благодать, естественно, пребывает в человеке, который имеет этот добродетель – благоговение. То есть тот, кто имеет, как уже было сказано выше, вот этот страх Божий, внутреннюю скромность и духовную чуткость. И затем преподобный Паисий говорит, что благоговение, которое имеет человек и привлекает в себе благодать Божию, и впоследствии благодать, ну скажем так, выдает этого человека. То есть даже этот человек старается вести скромную жизнь, старается уклоняться от благодарности, все свои добрые дела старается скрывать. То есть он живет по-настоящему смиренно, но присутствие благодати выдаст этого человека. В каком смысле выдаст? Что он все равно станет заметен для других, к нему начинают тянуться. Вот почему, дорогие друзья, я думаю, вы со мной согласитесь, вот те, может быть, немногие, сравнительно немногие документальные кадры, в которых мы видим протерея Николая Гурьянова, архимандрита Иоанна Крестьянкина, архимандрита Кирилла Павлова, архимандрита Наума Байбородина, вот таких известных подвижников веры, людей, стяжавших благодать Божию. И вот мы смотрим на кадры, где тот или иной старец говорит какие-то, в общем-то, простые, известные истины. Мы просто видим их лица, видим их глаза и не можем оторвать свой взор. Почему так приятно смотреть на благоговейного человека? Благодать Божия, которую он стяжал, она его выдает. И поэтому простые, в общем-то, слова, не то, что какая-то там чрезмерная ученость или какие-то там глубочайшие открытия, простые наставления из уст благодатного, благоговейного человека, почему они так согревают душу. Как стяжать благоговение? Такой вопрос задавали преподобному Паисию, и он обращает внимание на следующее. Отцы церкви говорят, что для стяжания благоговения надо жить или общаться с людьми, его имеющими, наблюдать за тем, как ведут себя они. Преподобный Паисий Великий, это один из святых, живший на рубеже V-VI веков, будучи спрошен кем-то, как возможно стяжать страх Божий, отвечал, сообщайся с людьми, которые любят Бога, имеют страх Божий, чтобы и тебе стяжать божественный страх. Разумеется, это не значит, и преподобный Паисий обращает на это внимание, это не значит, что смотреть за поведением благоговенного человека и внешне копировать те или иные его действия. Допустим, как он крестится, как он прикладывается к иконам, как он разговаривает, как он ходит. Потому что любое внешнее копирование, такое актерство, это совершенно не тот путь. И преподобный не к этому абсолютно призывает. И он даже подчеркивает, что благоговение – это благодать от Бога внутри человека. Благоговение делает то, что он делает, потому что он это так ощущает. И поэтому в нас благоговение бывает и от естества. Ни в коем случае не надо смотреть за тем, кто что делает, и внешне потворять, не ощущая смысл действий внутренних. То есть, когда мы смотрим на поступки, на поведение, на действия благоговейного человека, то мы должны понимать, он так действует, он так делает, он так поступает, потому что внутренне так ощущает. А отнюдь не для того, чтобы произвести впечатление на других. И далее очень важное качество этой добродетели, преподобный Паисий говорит, благоговение передается. Это единственная добродетель, которая передается от общения с человеком, который ее стяжал. Движение и поведение человека благоговейного, как аромат, передается другому. Конечно, если в том самом человеке есть доброе расположение и смирение. Скажу тебе, если человек не имеет благоговения, он не имеет ничего. Дорогие друзья, на первый взгляд может показаться категоричным вывод преподобного Паисия. Но на самом деле он говорит, опираясь на свой глубочайший аскетический опыт. Благоговейный же, даже будучи необразованным, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности. Он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. И приводит аналогию с чистым, неиспорченным ребенком. Вот как младенец, который еще не испорчен вообще дурным общением или современной массовой культурой, гаджетами и так далее, вот ребенок и на своих родителей смотрит, как на святых. Вот если понаблюдать, как чистый, неиспорченный ребенок видит свою маму и папу, как он радуется, как он бежит их обнимать, все вот эти движения, взгляд. И вот отчасти, вот взглянув на ребенка, можно представить отчасти, как ведет себя и как внутренне все ощущает благоговейный человек. Далее преподобный говорит, во всем духовном необходимо благоговение и сердце. Все, что исходит от благоговения, освящено. И для того, чтобы написать какую-то службу какому-то святому, написать икону или даже где-то какой-то текст для пользы ближних написать, для того, чтобы к этому приступить, надо внутренне стяжать вот эту важнейшую христианскую добродетель, благоговение. Тогда ты будешь понимать, что писать и как писать, чтобы это принесло пользу, а не было источником соблазна и какого-то разномыслия. Что еще помогает человеку в стяжании благоговения, задают вопрос сестры монастыря Сурати. И преподобный отвечает, что помогает еще исследование умом всего смещенного и углубление в него. Это в первую очередь, конечно, священное писание. Благоговейное, трепетное отношение к словам божественного откровения. И вот это, собственно, общеизвестная истина для всех верующих людей, что хотя бы по одной главе Евангелия, по две главы из посланий апостольских, каждый день надо читать верующему человеку. Это, собственно говоря, норма жизни, и лучше было бы каждый день начинать с главы Евангелия и с посланий апостолей, чтобы твой день начинался, твой день, христианин или христианка, именно с освящения ума и сердца словами Слова Божия. Что еще помогает человеку в стяжании благоговения? В стяжании благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько большее благоговение будет у нас к Богу. Ну, тут можно добавить к словам мудрого старца, собственно, это наблюдение многих современных духовно-опытных священников, пастырей, как важно посещать святые места, находить время, или во время отпуска, когда у вас, так или иначе, предоставлены вы саму себе, есть какое-то относительно свободное время, посещать какие-нибудь святые места, изучать и интересоваться житьем и страданием новомучеников, особенно вот на той местности, где вы живете, нашего края, и глубже проникаться тем образом мысли и образом жизни, какой они жили. Все вот это помогает к стяжанию благоговения. И не забывать, что храм, храм – это дом Божий. Наш настоящий дом, пишет преподобный, говорил преподобный Паисий, находится в раю. А здесь, здесь, на земле, в храме на Божественной Литургии, где Господь наш Иисус Христос питает нас своим причистым телом и кровью, где происходят вот эти страшные божественные события, мы постоянно обновляем в себе это в памяти, и это помогает нам стяжать благоговение. Разумеется, преподобному Паисию задали вопрос, который наверняка, дорогие друзья, кто сейчас слушает и будет слушать нашу беседу, может и у вас возникнуть, и возникнет он совершенно естественно. А может ли поведение благоговейного человека соблазнить или смутить кого-то из тех, кто наблюдает за ним со стороны? Разумеется, может. И как раз преподобный на это особенно акцентирует внимание, что в том, в ком есть многое вера и истинное благоговение, питается высшим духовным то, что неописуемо. И тот человек, конечно, всё чувствует изнутри. Поступки его должны совершаться от внутреннего устремления, не то, чтобы просто подойти и внешне производить впечатление на окружающих. Например, вы хорошо все знаете, что всё искусственное, такое актёрское, нарочитое, оно вызывает скорее отвращение, чем внимание и желание подражать. Кто-то посмотрит по сторонам, видят ли его люди, начинает осенять себя крестным знамением, так вот нарочито, по-актерски, поглядывая, видят ли его. Или там демонстративно кланяется, или прикладывается к иконам с такой важностью, поглядывая, видят ли его люди. Всё внешнее, всё актёрское отталкивает. И преподобный как раз и отвечает на этот вопрос. Если человек думает о том, видят ли его другие, без конца крестится, то над ним начнут смеяться. Если он осеняет себя широким крестным знамением, но делает это просто и смиренно, то других это не заденет. Если же делает это демонстративно, то это, конечно, может кого-то соблазнить. Видишь ли, говорит преподобный Паисий, мирской дух не принимается. Когда есть настоящее благоговение, его видно. Без настоящее благоговение то, что благообразно, превращается в безобразно. А вот к чему приводит неблагоговейное отношение? К святыне, к вещественным святыням, к храму Божию, к священному Писанию. К молитве, к делам доброделания. Об этом, дорогие друзья, кому интересно, поговорим на следующей встрече. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok